Я смотрю за уже не первым созывом, и в том числе, когда приходят новые депутаты, смотрю на тех, кто работает много лет, я, знаете, наблюдаю такую вещь. Когда депутат приходит, приходят выборы, да, они приходят на работу, собираются комитеты, всё остальное, закипает какая-то жизнь. Они начинают как-то что-то писать, активно работают, понимая, что выборы прошли, надо что-то делать. С каждым месяцем, как правило, всё становится медленнее, медленнее и медленнее. Во-первых, им нравится. Что же не происходит? Они начинают, во-первых, ничего не происходит, они начинают понимать, что вообще всё хорошо. У них кабинет, ну, я вообще народный избранник, начнем с того, у меня мандат, здесь здание, я вообще делом занимаюсь, наконец-то. Я дурака валял всё это время, а тут, наконец-то, да, тут поездочка зарубежная туда-сюда, там ещё какое-то дело подвалил, а тут встречи международные. И, в общем, всё хорошо. И, в общем, спешить, по большому счёту, некуда. Потому что срок, он есть, пять лет мне ещё, здесь ещё два с половиной года сидеть, и всё, в общем, нормально. И поэтому у нас, например, многие реформы, вот если вы заметите, это, кстати, не только парламент касается, и правительство тоже. Они начинаются, например, с разработки плана подготовки дорожной карты концепции. Потом готовится план, какое-то время, потом готовится дорожная карта подготовки концепции, секундочку. Потом, соответственно, когда принимается дорожная карта, начинается подготовка концепции. Это всё проходит какое-то время, как вы понимаете. Потом принимается концепция, потом появляется что? План мероприятий, реализация концепции, которые тоже нужно какое-то время приготовить. А потом, соответственно, начинается реализация плана мероприятий при реализации концепции. А стратегия? Я не понимаю, что в этой работе главное не забывать название этапов. Самое главное, что все этапы этой работы оплачиваемы. Общественно слушаем. То ли из государственных источников, то ли из грантов. Потому что если грант выдан, например, на год, как мне объяснили, что физически невозможно сделать работу за один месяц, потому что таким образом ставишь в идиотское положение грантодателя, на что же он выдавал грант, когда можно сделать один месяц, и вообще это делать не нужно. Поэтому, возвращаясь к первой части нашей программы, вот все, что сейчас я рассказал, как вы понимаете, противоречит главному. Власть должна быть эффективна. Для Трампа, для украинского народа, она должна быть эффективна. Так вот, все, что я сказал, вот эта практика, которая происходит, которую вы прекрасно знаете, сидящие здесь, вот это все противоречит понятию эффективность в принципе. А если эта власть неэффективна, ей ждать недолго.